Вот такой у нас номер, супер тематичный называется. Стоимость его варьируется от 6 до 7 тысяч. Проектор здесь. 8 четырехугольников, картина Малевича на стене. Вот это спальная кровать. Потолок достаточно высокий. В принципе, все так приличненько. Есть, конечно, свои нюансы. Улица не шумная. Сейчас открою кошку, покажу. Тут на Мясницкую выходишь и получи. Книги Малевича, Кандинского, Дали. И стол у нас вот такой с подсветкой. Да? Вот он светится. Освещение зональное здесь. Вот. И самое интересное, душевая кабинка или как тут сказать, ванная комната. Ванная комната. Очень огромная в плане самого зоны для душа. И слив находится от прияма под тумбой с раками. То есть, когда ты там моешься, вода вся стекает сюда. Соответственно, если кто-то хочет подойти руки помыть, то ему приходится стоять в воде. Вот. Тут у них монетаз. Булер на 100 литров. И ванна получается огорожена стеклянной перегородкой. От спального места. И дверь стеклянная. Дверь стеклянная. Постоянно бьется, потому что ограничитель ее вот этот сломан. И она прямо гуляет так, что вот-вот разобьется. И кто-то, конечно, из жильцов будет оплачивать ее по новой. Ну, а в целом номер, конечно, интересный. Есть цифровое телевидение. Есть интернет-вай-фай здесь. Есть микроволновка. И холодильник. И есть посуда. Чайничек, сковородки. Тарелочки, вилочки. Короче, для питания все нормально здесь. Что там, номер понравился тебе? А что больше всего понравился тебе номер? Планшет. А, да, здесь есть планшет. У них есть стоит этот... Эпл-овский планшет. В планшете, ну, ребенка, конечно, это, YouTube тут и все такое. Вот, пароль от интернета здесь. И такая оригинальная зарядка. Мы ее заценили, прикольная. Ну, да, кроватка там, диванчик большой. Мы, как бы, это... Да и спалось хорошо. Ну, какая-то атмосфера, что так уютно. И не шумно, да? Даже с открытым окном не шумно. А с закрытым так вообще не слышно. Хотелось бы, чтобы уборка была получше, потому что в ванне под этим ковриком, или как он называется, как правильно называется, подстилка, под дом, на котором моются. В общем, под ним столько грязи, если брызги попадают в какие-то отдельные места, куда они обычно не попадают. Ну, там повернулся, не так, кто начинает оттуда всякая мишура вылазить. Ну, блин, всякая грязь. И эта вся грязь течет вот сюда, вот, и она не дотекает, и вокруг этой решетки, вокруг слива эта грязь зависает. И неприятно потом через это все перешагивать, останавливаться. В общем, неграмотно сделан, во-первых, слив, он должен быть там, где-то под решеткой, а не здесь, где можно подойти, и не хочешь смочить ноги, а просто руки помыть. Да, вот я сейчас хочу помыть руки в носках. И мне надо вот здесь вот на этой жердочке, на перекладе не стоять, чтобы помыть, потому что там все сыро, там человек недавно мылся. И вот претензия, в принципе, ну, она обоснованная, и если будут смотреть администрации, руководители, то вот такие нюансы. Еще что хотел сказать, ну, обращайте внимание на посуду, потому что посуда была грязная, мы пришли, но не вся, но кружки были заляпаны и все грязные, реально, то есть забыли помыть. Ну, а в целом, конечно, приятное впечатление. Я так понимаю, что в скором времени тут придется менять ламинат, потому что он уже в таком, в основном, непрезентабельном виде. Ну, в целом, хорошо. В центре за эти деньги приятно. Рядом Красная площадь. А, очень близкая Красная площадь, там, конечно, тут разделяет несколько станций метро, но когда мы прошли пешком, и оказалось, что там буквально километр-полтора нужно пройти, и все, и ты оказываешься на Никольской улице, и выходишь к Гуму и Красной площади. Замечательно, мы просто были шокированы, что так близко нам по карте, казалось, что мы где-то далеко находимся. Ну, может... Продолжение следует... Продолжение следует...